Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Закончив разговор о политических событиях 13, 14, 15 и даже начала 16 веков, мы с вами должны сказать о развитии нашей русской культуры. История культуры это тоже важная часть истории нашей страны, поэтому сегодняшняя лекция у нас будет посвящена культуре России. В 13, 14, 15 веках период, когда Русь испытывала очень сильное ордынское влияние, и не только на политических и экономических, но и на культурных событиях это тоже весьма и весьма отразилось. Каковы же были особенности культурного развития России и Руси в 13, 15 веках? Очень мощный удар по русской культуре нанесло сначала Батыево нашествие, а потом долгое, почти 250 лет, ордынское владычество на Руси. И во время похода хана Батыя, и во время многочисленных ордынских ратей более позднего времени, горели русские города, камнеметные машины ордынцев, знаменитые пороки, разрушали каменные монастыри, церкви в русских городах, превращались в пепел рукописи, содержавшие ценные русские летописи и сказания. Многие города после мордынского нашествия просто перестали существовать, как это, например, произошло со старой Рязанью. Нынешняя Рязань это совершенно другой город, который стоит на новом месте. Рязанским великим князьям пришлось перенести столицу из разрушенной монголами Рязани в новый город Переославль-Рязанский. А культура на Руси была в основном культурой городской в тот период. Уничтожая города, монголы уничтожали, конечно, и русскую культуру. Ордынское владычество тоже оказало немалое влияние. Для ордынских ханов было обычным явлением угонять в Орду для постройки ордынских городов русских мастеров, русских художников, русских деятелей культуры. Неудивительно, что после монгольского нашествия у нас практически полностью разрушены некоторые древние памятники русского зодчества. Так, например, была разрушена знаменитая Десятинная церковь в Киеве, первая каменная церковь, построенная на Руси. Исчезают целые жанры в искусстве. Так, например, после монгольского нашествия на Руси больше не используется такая технология живописи, как мозаика. И восстановят технологию мозаичных полотен только уже в 18 веке стараниями Михаила Васильевича Ломоносова. Характерной чертой русской культуры того времени стало сокращение почти до нуля каменного строительства. При восстановлении русских городов каменные постройки не возводились. И только в самом конце 13 века на северо-западе Руси, в новгородской земле, которая в меньшей степени была затронута монгольским нашествием и монгольскими ратями, возобновляется каменное строительство. В первую очередь, конечно, строительство храмовое. Тем не менее, наши ученые-историки отмечают, что процесс централизации, процесс собирания земель вокруг Москвы, начавшийся в 14 веке, подтолкнул к подъему и русскую культуру. Конец 14-15 век это постепенный подъем русской культуры, когда у нас на арену выходят такие замечательные ее деятели, как, например, Феофан Грек или Андрей Рублев. Очень мощным толчком для развития русской культуры стали серьезные связи с Западом, которые возникают в ходе 15 века. Скажем, великий московский князь Иван Третий активно приглашает на Русь многочисленных итальянских мастеров, которые не только отливают пушки для воинства Ивана Третьего, но и строят церкви, строят крепости, занимаются колокольным делом, отливая колокола для русских церквей. В конце концов, печатают монеты на Руси. Ну и, конечно же, главная черта русской культуры в этот период это ее религиозный характер. Можно сказать, что светской культуры в этот момент на Руси практически нет и все, что есть, оно так или иначе связано с религией. Если строительство, то это в первую очередь храмы, если живопись, то в первую очередь иконы и фрески религиозного содержания, если литературные произведения, то это произведения так или иначе связаны с деятельностью русских монастырей, даже летописи русские именно там в монастырях пишутся.